всем привет с вами своя варен это бесконечное лето мод под названием всего номер семь день за шанс под ожидать чувствует интересно как какого фига забрали взялись персонажа джорджа этого как там спидвагон стоит ладно начнем название то сказал это дыма версии после обращают а прочитал я не что я посмотрел она поехали бывали у вас моменты когда полностью отключаешься от всего происходящего наружу своих переживаний мысли это единственное что ты делаешь так это наблюдаешь за всей той суетой частью который был ранее и ты сам дорано чувство не правда но одно только всегда стрелять неизменным ведь время все течет собственной безмолвной бесконечности устремившись в предстоящее никуда не денется чистого воплощение зависимости время величайших создателей ведущие свою скончаемую гонку самим собой не оборачиваясь на созданный свет что оставлен позади не удостоившийся и взора творца она вечно требует прогресса ради которой безусто нанесется вперед не позволяя себе и моменты на отдых отчего же тогда кажется что время потеряла способность развиваться изменяя пространство материально она перестала затрагивать мир и человеческих душ вряд ли когда-то было иначе за столь духа был и есть наиболее способен болезни человечества что терзать его уже вечность решая способности личного прогресса каждой из его представителей они искусственно внедряют в себя мысль что такой медук нисколько не мешает им продолжать нормально жить что же для них нормально лишь смиренно существовать совсем пытаясь найти истинное счастье или остановиться на месте запутавшись собственных убеждений надеждах след последователь всему что убедительно скажет не будучи способны к пониманию себя и окружающего мира оставить все попытки сделать своей жизни что-то ровно и лишь единожды настоящий мрайд также печально жалкие черви копошат своих же вонючих в отходах жизни жалуются друг другу как же вокруг все стало настолько плохо сколько неудач сваливает на их головы копошаться до тех пор пока не будут раздавлены смятку пьяным жестоким ботинком наглое поистине сильного человека уже так сложно самим стать этим всемогущим ботинком они до самых горьких слез и мы восхищаются при этом умудряя скрывать истушающий ненависть страх перед ним это отвратительно моей привычном утренние ленивое размышление прервал сигнал лежащий рядом с подушкой смартфона однако не тот сильно будильника который мирно дождался лишь в постели проснувшись на пять минут раньше пытаясь не высовываться из-под одеяло растерзанное ослепляющим лучам летнего солнца я аккуратно сделал телефон и взгляну по уведомлений всем пока я в отвезе отправляйся в дедушке на даче он хочет увидеть да и много делать тебе уже накопилось 11 справиться вернусь примерно через неделю и не зума от унес от работы удачки мама давно не повезти от мамы уже успел по не соскучиться зачем мне такую рай сообщение слать интересно чем он там сейчас где меня занимается еще раз пробежав глазами по тексту на маленьком светящим экране я улыбнулся только такая новость могла вызвать ту редкую недостижимую для меня утреннюю улыбку я в радости распрямил все свое тело отчего эхо хрустящей костей разнеслось волны по квартире оставаться уютного ложа пока не спешил что же такое обычная сельская работа вместе с отходом на свежем воздухе для многих является совершенно обыденный возможно даже раздражающий но явно не для моего случая название родителям симеоном может и честь кого-то а может просто на ум пришло выстраивательных имен любом случае этим я у них не интересовался ты не позачем моем раннем действие был схож со своим сверстниками веселился бегал задорно общался игра войнушку с другими ребятами забирал девчонок все как и должно быть когда мне было пять лет отец ушел из семьи оставь на мать мое дальнейшее попечение и нет я на него абсолютно не обижен в жизни кредит постоянно возникает ситуации требующие того или новых схода событий иначе они накапливались превращаются многочисленные проблемы надо сбежать отличный выбор правда много моих друзей того возраста попали со мной в одну заурядную статипичного всех смыслов школу взросление бок о бок с другими людьми зачастую приводит к формированию обощённую единым умышлением всех участников этого процесса до 7 8 класса и был абсолютно неприметной мальчишкой пока меня не настигнуло закономерно для этого возраста становление личности лишь пара стечения обстоятельств не моя отрещенность от всего в этом период смогли защитить не окрепший разум от столь пагубного влияния той среды где рос я и мои товарищи последние собирались большие компании общение в которых отходило от изначального его понятие превращалась в бессмысленную смесь матов и ржачи изыскав изыскав прикрываем глотком алкоголя или затяжкой сигареты в таком окружении каждый балл друг от друга лишь неплототворные и лживые привычки коммуникации созданы ими же ради следования собственной коллективной нормы оба войны решение всех возможностей поиска своего пути вперед наблюдая и налезию такие вещи но и были сделаны собственные выводы отворные правила и принципы бытия которым я бы хотел следовать вскоре казалось что число моих единомышленников равно нулю от моих уже бывших друзей получал лишь непонимающие взгляды они стали частью выше описанных компашек я стал неким изгоем выкинутым с привычного водоворота общественности такой банальности следует ожидать но угнетенный я себя не чувствовал главным правилом моей жизни стало извлечение пользы для себя из сути каждого прожитого и предстоящего события выводы из окружающего явления это здорово помогать познание истину себя своих искренних желаний и прислался как цикл зацикливаться на мнение чужих на мне людей как делать раньше но при виде человека застрявшим в личном прогрессе и упорно открываешься двигаться дальше я чувствую собственной беспомощность она же становилась как никогда грязно и гадко и не обесил мысль что такое близко происходит повсюду и фактически является нормой этим ей лучше основных они не видят то что вижу я они чувствуют то что чувство я лишь твари дрожащие после таких изменений в мироразврении в школе я получился еще трех мерзких года он разочарований в окружающей меня социуме на выходных и различных каниклах моим спасением отсюда на болезнь служила поездка на хорошую обустроенную дачу в селе то далеко от городской суеты ее типичных представителей лишь позже после знать ночные личностных времен я научился созерцать видеть ту красоту мира который всегда был рядом научился черпать из нее силы вдохновляться ею мог не часами стоять на месте размышлять любоваться окружающим меня сельской природой обилие сочно зеленых деревьев кустарников густой травы сосновый лес мирно текущая речу речушка а вот и ты надоедливый отключив громко утреннюю завияку из большой неохоты заправив кровать я донялся в ванную комнату через всю заурядную но все же довольно уютную духовную квартиру в которой также жила и моя мама осенью планирую поступать в вуз благо экзамен сдал на отлично чуть под работу да и сниму с себя отдельное место жительства посидеть на шее моего любимой матери впрочем кто знает как судьба может захотеть смысл но и поступить никогда не знаешь что тебя ждет даже самом казалось бы ближайшем будущем стоит наслаждаться своим бездельем пока могу утреннируйте и на как же эти обожаю катись и вносит сборы за свои годы следовало бы уже и научиться получить от это удовольствие проведя себя в относительный порядок а также по завтраку привычным бутибродами кружкой крепкого чая иначе собрать все необходимое дабы успеть на автобус что словно военнослужащий ходит по строгому расписанию не имеет трепения к опозданию всем необходимым оказалась лишь сменная одежда зубная щетка и телефон с наушниками всем остальным уж меня снабдят мой дед виктор очень трудоволюбивый веселый мужик с непомерной любовью к спирту дальше все находится в его распоряжении и кажется сама этому радуется даже за моей бабушке дед не ухаживал так тщательно и заботы как и за этим цветущим кулачком земли с домом и огородом четвертый раз тщательно проверим не было ли что-то упущено из внимания я уверенно повернув ключ замочной скважине закрыв крепкую деревянную дверь и отправился на автобусную остановку опять они повсюду не мазать мне глаза их вид каждый кто выходит рабочий день своего уютного убежища на переполненной улице серого города угрюмы серые лица без намека на радость шнуряет тут и там раздражают друг друга почему же в таком время никто не может и улыбнуться порадоваться новому дню и возможностям которые он щедро дарит каждому только вот и кому такой подарок не нужен всем всем все в тягость они ко всему привыкли привыкли терпеть не видеть не обращать внимание привыкли так жить да и меня теперь ничего не жалеет хоть и каждый заявляет об обратном с каждым днем и все больше закономерный рост как будто не было меня среди них определенно быть не должно я не я не они я стою куда выше автобус вставки был абсолютно пусто даже не рядом даже на рядом прилегающей дороге отсутствовал столь привычный густой поток четырехколесных монстров большого города заткнув уши с оставлены перед выходом из дома плейлистом и принеслаждать то что доставит меня на мой личный островок счастья скинушись ари оттуда ешь и рутины хорошо что у меня есть такой прекрасный друг музыка вряд ли кто-то из этих жалкие обитатель способен ласкать мне разом так как это тело она вот за поворотой показался легко узнаваемый старик настоек ли ас 410 номер на лбу признаться никогда не убил до числа причем совсем не имеет на то причин странно выхтя ржавым мотором моя железная карета подъехал поближе и с противно скрипом приглашать и распахнула свои двери а приветствовавшись ее не неисменным кучером борисом петровичем я дал символичную для меня плату за такую поездку этот раз она совсем иная потеснявшим переспросить не услышанные сказанные во хрипу в низком голос фразу фразу я себя на любимое место у окна середине автобуса на будет еще раз окрикнет надо будет еще раз окрикнет есть пытался донести что-то важное тишина стягу после несколько минут ожиданий новых пассажиров мой дорогой транспорт все-таки решился тронуться с места имея забор на борту только одного человека и считая водителя советские застройки родного города с огромной скоростью нас носятся куда-то за автобусы освобождая место до и столь желанных моему взгляду бескрайних полей редких детских лесов такие мирные поездки для меня были неким загадочным ритуалом перехода из одного мира в другое которую умудрялись каждый раз вновь цеплять мое внимание за нечто прекрасное и незамеченное ранее знаю что мы остановка это конечно у сельской циркушки я мог запросто позволить что-то подремать до прибытия как же не хочется пропускать красивые да и заставлены царапанным стеклом автобуса так старательно бежит вперед обнажаемый взору все эти при пересе природы но за минут я нападет мне на пользу учитывая тот факт что прошлую ночь мне удалось поспать от силы часов 5 по и нет добрак добротно советского кинофильма как там было то как-то летом на рассвете я до сего на драндулете час попасть при нас событий с кино мой мозг дал тело команды расслабиться а ведь веком сомкнуться я провалился сон балет представление мерцающих разноцветных огоньков ритмичным и плясывающий свой рай ронящее сердце танец как же такое возможно еще и мы и же до жизни ама африда спустилась они по лишь для того чтобы показать мне это все не плавно одновременно синхронно и хаотично скользят по пространству исполнить сложные настоящее пилеты чем все больше и больше носит мой разок себе я не могу позволить себя оторвать взгляду хоть на мгновение уж слишком сильно их способность очаровывать будто бы сам и сам и приглашать меня присоединиться к их танцу жизни что в общем укус сравнение с ними и даже и пошивиться не способен меня что-то крепко держит нет препятствует начала ничего или никого рядом нет в чем же дело почему тело мне не слушается в этом небольшом но уютным зрительным зале таком знакомым для памяти жадно занята лишь мое место в первом ряду а чем я его собственно заслужил чтобы он сделал играть такой невероятно зрелище разве есть меня для этого дела когда перед глазами мелькает одно из многих проявлений как прекрасно жизнь до этого и дана чтобы он сложилась такими моментами забыв обо всем плохом и докучаешься на том промежуток времени которым посчастлива за последние свои ниточки пропитаться сладким счастье как же сильнее же желабы растут этот момент до бесконечности я что с нами могут длиться вечно но то они сны и ау подъем чё вот чё ты забывайте ткань каламаги я судом открылся и за заспанные глаза и бега смотрю шумно нарушаешь мои сонной границы и настоял и чушка небольшого роста с не очень длинным но не наверное ярким красного сами запретены две толстые косы благодаря им ее наверное легко заметить толпах одинаково всех углубых идти что стали уж слишком чувствуем и явление за последнее время нет сейчас главное ну чара селся еще смею я острым обсуждающим взглядом я тебе как-то помешал не было бы тут тебя уже угнал будет развалю ху гони а я тут посижу а может ты уйду не забывай сказать борис петровича кто видно в том что там где он покинут свое железное сокровище останется лишь пустое место ящик поставил изобразить недовольство надув свои румяные щеки а пусть показав мне язык выбежал через широкую дверь автобуса быть со скрывшись неизвестно для мне направлении довольно мило получилось даже забавно как энергично так вот авось наглое и уж на наше время сидеть обладать сложным манером поведения и абсолютно не приветствую людей которые способны ради потихи или же иных глупых цели группа взаимодействовать с незнакомыми для них и человека имея должной информации я никогда не позволял себе относиться в человеку негативно или же наоборот слишком доброжелать на тех пор пока достаточно о нем не узнаю он ведь может попросту заслужит к себе подобном отношении нельзя гнобить чисто чистого души человека как и нельзя творствовать хотя последнее время все это на практике сильно трескается реальность он не по встречая хоть душу до смерти этих противных идиотов но это же все еще ребенок поэтому я к ней отношение целиком полностью сводилась к ней тронитету изменить себя никогда не поздно не поздно и еще чуток по нее по ней же всего бодрана но все же в уютном кресле а за и выше воздушный салон автобус наружу не забыл приходить свой скромный чемодан с вещичками судя по всему водить ушел на его заслушанный обиде на перерыв оставить спящего меня в машине на бы благодарить его за стой щедро подарено мне время сна лишь не будет правда позднее я даю саду грунтовой широкой дороге что за неё местного прибытия и конечный пункт назначения как-то обычно случается приходя мимо многочисленные большие сельских ухоженных домиков хотя обрушивается громко ругой их преданных четырех лапых охранников неповторимая природа собак постоянно мудрялась меня удивлять из раза в раз а их способность целая существовать ради того чтобы быть нужны ради человека их самого близкого товарища оставалась категория сложных выломок склонность к обучению познания от первых привычных и ручных животных не мешало бы принять многим характерным типажам людей с той широко обостранившимся в наш век некоторые из них даже могут считать свои приобретенные пороки неким с особенностями изюминками характера и поведение к что конечно же крайне неверно такие качества без звук безволи и пессимитичность инфантильность безответственность легкомыслия и конечно же олень и могут выпустить в роли предметов гордости как и множественное основное мной и назвать черты только вот избавиться от них крайне сложно не каждого под силу несмотря на пекучее солнце если же довольно бодро поближаться знакомым бетонном ограждению родной дачи которая так старательно бережет ее от глаз недоброжелатели хотя как мне естественно хозяин то участка моде за все пребывание тут лишь образ многочисленных дружелюбных знакомств и что говорит о его удающий способности находить общий язык самыми разными людьми ибо а превосход восходном умение выпивать компании только только я на мид и приблизить калитки как с другой стильный ворот меня уже учуя черный файкующий собачий нос шарик я это я не узнал где-то здесь давай убедись подницами слов сара хранить небольшого блокпоста звонка весь залая вышестоящему прибытии той кто идет раздался строгий крики за воротами не ждешь что ли вроде зажги родную ату уже через несколько секунд послушай приближающих очень тороплива шаги старика виктора но хотела где-то вам подошел больше всего еще на и не вид закрытой дверцы перед мной сменился на вид высокого пожилого мужчины намного поедаешь жизни привел превышающим мою по длительность раза четыре мчок проходи соскочил за стариком а теперь хотя бы трезвым слеза стать повесло открыл затрите глаз позволяющий людей люди число прям промилей выбежишь выбежаешь на улице пёс задорно прыгал меня под ногами показать все свои непомерные радости честь приезда редко гостя церкви на лесах мы обменялись крепкими рукопожатиями и отправились выучить ему наружу старому дивану у террасы дорожество приятно спасающих жертей место после дороги на коламаге петровича еще и по нашим прекрасным дорогам как ни странно удалось даже сил добраться пути издремнул думаю не нужно поменять то что оборвал мне сновидение и тут вообще не вали будет интересно ну раз отдохнул значит и делом году заняться хоть сейчас чего жаль с над новым прибывшим да шучу я не настолько жесток анекдот хочешь ой господи откуда их берешь молодость золотые голода проведа приколиста термия слышу когда-нибудь расскажу об охватиться не авто авто биографические случайно давай потом а на тебя аж настрой сбил и не в дом возьми хоть перекусить перекусить чего-нибудь из холодильника проголдался небось да не особо но отказываться не буду потом есть то хоть пою что помню иди давай есть там хотя бы не пусто я зашел на порог при открытой крепкой металлической двери с несколькими замками и вошел внутри дома афганская защита попс но последний привет тут ничего не сменилось все тот же коврик ухода дальше которая обутанить и нельзя иначе получишь добротную порцию 3 этаж на мат от деда вспоминается одиноко стоящего гу шкаф с самодельным крючками вешалками широкий диван с мягким креслом обычно сельская кухня холодильник ты там не нужен распахнут дверцах и ледяного хранителя всего сей дом на я стал внимательно изучать его содержимое ничего такого что могу бы сразу праздником не в жилбудок я не выражу а делать пути будут из найденных сыра и масса совсем не хотелось вот мой взгляд наконец наткнулся на бутыль с темно-прохладной жидкостью хлебным кавасом который месяц одинок лежащий на кухонном среди яблоком стану мне неплохой альтернативные полноценного приема пищи завершив ее скромное пирше стоит двинулся по коридор к выйдем мне по просторной комнате мой чемодан был брошен на в моей мягкой кровати где кросса годов оберегаемые им вечно смену тем которых я приехал смени последних последних на домашнюю более свободную и удобную одежду я поспешу покинуть мое временное уютное пристанище но не был здесь навевает хорошие вспоминания именно в этой комнате чувствовать счастливее чем где-либо еще сейчас это сейчас же такой эффект немного слаб все ходит привычно со временем где там старик посреди огорода дед задумчиво вертел головой страны сторону осматриваю землю заметил осетить его пищи он жестом подозрил мне к себе как только подошел ближе мой взгляд на солнце на и ржавые сапки ящик траве ряда это деталь прямолейно намекала на на то тягостное занятие которое дед приготовил для нас обоих те же будей солнце печется не некуда а малейшая намек на прохладный терк все так же не наблюдается может по времени душ не стерча вот так требуется нечего отумевать к вечеру приоритете буду будут уже другие дела поэтому чем скорее управимся с нагревшим сорняками тем лучше для тебя дед ох и наклонился поднял зиме одну из мучених работы время и временем сапку им решительным взглядом дав мне понять что спорить с ним не стоит однако его фраза про другие дела а самыми а в томительном размышлении догадка я сельскохозяйственные тренции не привыкший к работе подобного рода руки а начата сложнейшая операция по искривании сорных растений многочисленными уже взрыхлённым и засаженных различными растительными культурами участка нашего огорода такую изнуряющую жаркую погоду пот и усталость постепенно брали свое его его дальнейшем замахи ся сапкой все тяжелее и тяжелее но смотря на энтузиаст деда на его это точно градусное умение трудиться я не мог позвольте отступать он устроил рыцарский гладиарский сельский туэта сапками время в трем часам дня наш работ подходил экологичным концом висящий сгустки в вредно травы быстрыми темпами исчезали и сгребаясь в неукротные зеленые кучки порядком пост под уставшим и облегчено вздохнули и облегчено вздохнув вернусь на террасу из прессе наделан и досталась под стола пластику бутылка прохладного класса тем меньше чем-то из которой угостил угостился доме он укратно налил желанную жидкое стакан и поддодвинул его пули поближ ко мне радостно заглядывая лица там же царик запрокинул голый начал жадно опустошать емкость пришлось последую примеру мы сидели в тишине просто наслаждаешься и живите на сельским воздухом свободным от промышленных атмосферных отходов и выхлопов машин редко радость для обычных жителей города первым как и заведено покойство музыка своим старчестве госом решу нарушить мой дед чем ты помнишь заниматься этим летом вот это лишь привычно промолчал а как нечем полезно для себе или для окружающих кроме водок от всего наболевшие я заниматься не планировал последний клад школа и подготовка к экзаменам вытянули из меня всевозможные соки понятно все с тобой без денег оттуда тебя занять найду и даже ни одно отсутствие дело дело и ледь уж слишком пагун влияет на дух и тело человека не или не знать ты же ведь не собираешься и самом деле так каникулы провести последний послешкольные лета твоей жизни между прочим ну в любом случае я хотел тебе сказать что совсем скоро сюда подойдет одна моя знакома погостить они есть тебе дельца а папку судится напротив который ты постоянно смогу мы закупаешь нет ладно прости одна из самых добрых людей что я встречал за всю свою тупую как-то как-то тяпка жизнь ты не бойся там ничего плохого тебя не ждет но постарайся воспринимать все серьезно хорошо ладно чем это ты вообще расскажу все позже не волнуйся есть пойдет еще и два к тебе под стать собой притащит стройная как березка такс не теряйся что ты там уже организовал безумец кто конкретно придет короче я не художник слова чтобы описать человека так что как явится уж уж тогда и познакомитесь человек побежал к воротам и звонка залая на не естественных за забором дед картов на него так что бедный пес и моментом моментом скрылся в теницы и будки и спешкой за шага открывать калитку вот почему нам уже подготовил невесту даже бы свадьбу решил устроить них непорядок непорядок я же заинтригован и остался сеть вместе после радость радостных приветственных возгласного старика гости по очередной перешагнули порог давая мне возможность увидеть первое насмотрение мой взгляд выбрал привлекательную девушку примерно моего возраста с невероятной красивыми волосами цветов и же кокошенного душистого сена запретены две длинные косы так что завор что так завораживающе покачиваюсь при каждом движении она полностью подходил потерять их красавица колхозницы образец лавянской красоты я продолжаю зрительно изучать она все-таки заметим не мы столкнулись взглядами после секундного замешательства блогинка мило мне удалось я заслал сидеть пинкнем на потертом ложе почувствовать и минус цвета своего лица подходите не стал ведь такой вид который я сейчас обладал по моему по моему мнению мог лишь спугнуть любую представительница противоположного пола после чашка работы под пропитым потом футболка неприятно ли под тело ротики шорты бы и подкрытых слоем грязевой пыли а лапти и вообще нацепили на свина по попутному куску мокрой земли остаточной после полива грядок а если начисто будь я хоть с иголочками одет сына были шагом в сторону этой девушки не сделал сначала классно и школе не особо придало значение одноклассницы по своему таша они понятны для меня чепухи другие знакомства с ровесницей отсутствует и не намечались я бы просто не думал отошли а моя копилка любовных историй могла похвастать лишь скромно лежащим на ее дне тайным влюбленностями которые и оставались в этом статусе из-за собственных смущенностей не заинтересованности и как следствие неопытности может все же стоило время покажет раньше гости было не менее внешне симпатично но явно старше и спутница это поддало понять что в их паре главных парь главное а именно она и вид по непонятными причине говорю про излишнюю серьезность и напряженность они все так же стояли ворот и о чем-то улыбчиво болтали каким образом эти две прекрасно особо казались гости у вас седова казановы а стала загадкой затем зажарились не боясь под солнышко сюда топать из тени в темпы перебегает спеши еще столько сил успеть придет дом там хотел прохладно чут и пекло какое-то я самым первым сбежал в дом сверкнуть на меня своим веселым оскалом именно в бежал а за пози себя своих же гостей черта он даже коста не представил меня самому несколько волнений нужно справляться за всем удачи семён верно один в том уже час пыталась погладить бурно разыселившего шарика быстро наматывающего круг ним бесчетные круги тошнит да я и сейчас говорю тебе я ольга дмитриевна а как мне так как мне может не обращаться приятно познакомиться ольга дмитриевна уж пока не особо спеши собираться на счету затем что чуть-чуть опираться он тут еще не знаешь ничего со временем заходи скорее будто под начальство поступаю странно довольное чувство ос не поняты ли меня слов о каких-то сборах она улыбнулась мне и вошла в дом теперь уже подошла ее спутница еще раз я своя на носи свои зовут и ты за и приятно поздно убежала и что это сейчас было мне должно быть обидно да кто надо меня я еще с минуты посидел на том же месте ну и за каждую секунду нарастающие интереса все-таки решил зайти внутрь вас ног грязюку встряхнул а то дед прибьет тёпкой закрываться в дверь я пошагал вперед по коридору кухне были слышны привычный трактор и деда языка прерываемая запросительными женскими голосами не хочу идти к ним если он нечем нечем говорить они до пройдет прикрыться тюрьме хотите и пресса и это а то я знаю тебя ничего внука не говорил что ли у этого дневника питаться на базе описан а когда он там будет готов такой сейчас это пенер котов всегда он сейчас назову пей пионером поэтому догадаться легко о коме речи не выкрутился лишь один вопрос а что старика меня подписал с от момента их разглаз там не 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 нашел к интересе я присоединился к стене и ухода на кухню вроде меня не вид тема она подойти-ка на минутку и многотади от своих укрытий я зашел на кухне где меня встретила три улыбчивых лиц ничего не понимаю даже него как так собирайся что банки попой свои чем по заработке едешь чего ты прикалывает мы зайдем немного дамы пойдем и пули скачу со стола и закинув руку мне на плечо вы его с кухоньки что черт возьми происходит детки ну быстрый взгляд в сторону девушек и слишком строгий мою значит суши и зенек даже после тебя теперь товарищи минимум на пару дней может и больше от тебя зависит будет это заведующий местно школа интерната для детей-сирот вы еще и мы отличный товарищ а то что помочь и воспитательница ты только грязь как и касается по толстого же стой мест интернат в каком смысле у нас же в себе возле ки стоит ты чего дуна и не различные настроения и следу почти с языком заколоки этого места где я только не был ножку интернат первый слышу что она еще дальше по течению 1 а этот каким боком а ты мечтать или становишься волонтером может и не по-своему ли ну не суть может может чем бы не бояться эти кайка ведь не у тебя одного вот время такое что работа хоть отбавляй а люди нехватка старшего спитника почти не осталось но кто уже выпустился на чем занять они же так по сути диски тур использовать во чем как иначе то время я предложил одному своему другу большим заведующим твою помощь на него будет сейчас походу разберешься просто слушай и не возражай схватываешь что-то небояздо где у меня планы были есть ему отдых может так называть конечно ну да ладно а вот и что интересно правда только есть ним не будут сильно запрягать слишком большим количеством все еще неизвестными работы мы вернулись сидевшим за словом славе его ли дмитриевне они пили все тот же дедов квас которым я наслаждался снаружи ранее так куда его там приструните ну где ему там ночевать ночевать черт дед конечно говорю что мне на несколько дней я рабочий ну не на полную ставку же даже переезжать придется там же наверняка всяких сомнительной личности в достатке сельским тормоза как никак я таким соседством вряд ли довольным буду можно все же отсюда буду приезжать с утра вечером обратно мой нет гордо нет неуверенно ага вот оно что старик постарался чего ну и ладно отца и после этих синхрон игре и преподат послушаться сдержанность мешок чего нас ольга пришла тита получить я бы на ее месте точно раздержался бы отходов от похода в самую жару с таким сомнительной представительницей политорианта как я тем не хотим и обеспечен все необходимо обеспечен абсолютно не стоит волноваться единственное пусть возьмется пусть возьмется сменную одежду и предметы личной гигиены мы понимаете вот и добро иди оболтас собирайся не стараюсь дам ждать тебе и чё так смотришь давай давай пробуду а и с ним даже класс не попил я мига скрылся себя в комнате из деда спой бесполезно это я смог выучить четко за все совместные проведенные года с ним закачу закачу истерику и показательный отказ ничего не изменится главное что не случается все к лучшему так ведь может стоило чуть поактивнее разговаривать как бы то ни было унывать точно не имеет смысла так лень здесь чемодан обратно паковать покидая все что влезет да и с концами на удивление весьма не новособранный комплект не было особо громоздки и было принято решение складывать все в компактный рюкзак еще же щетку и полотенце прихватить не успела выйти в ванную за мыльный рынок каком-то ворвался дед чуть не ударь мне двери по лбу за что его на смешанное состояние как-то совсем улетучил не оставь внимание что для на его пашинистом лице ой извиняй я чё зашел то ты уж за не что все так спонтанно стоит церкви командировкой не зряешься ведь никак не тебя строю честно о да это его смущенного виноваты виды вы является столь редким гостям что я уши забыл про такой феномен и моменты приятно греет мою молодую душу ты ничего все нормально я прошу куда что такая разбавка обыденности мне соси не помешает пятка события я на подчеркнуть чего полезно и интересно эти это гарантирую еще спасибо скажешь ты собирайся собирайся не будут мешать будем ждать наружи хорошо понял царика 5 отживился и вернул свою себе улучшил криво сын выпрыгнул из моей комнаты поэтому кажется пожалуй остановимся у нас еще будет где-то этот день будет длиться час но это пожалуйста остановимся правда из-за того что блять это нахуй не насти не висят это первое это фигуре на из джо-джо 2 это что-то напоминает и а второй тоже из джо всем спасибо за просмотр подписаны на канал с вами снова я варен и это бесконечное лето вот под названием село номер 7 всего под номер всем спасибо всем пока